всех приветствую на экране детали на часах 19 35 на небе уже видно звезды хорошо если звезды если что-то другое то у вас галлюцинации а на студии сегодня кстати и звезды и галлюцинации ну смысловые в одном лице сергея бабунца у которого насколько мне известно уже на небе есть три своих звезды я не ошибаюсь нет это не так их девять вот так красиво жить не запретишь разговор об этом продолжим после короткой рекламы итак сергей бабунец лидер смысловые галлюцинации сегодня у нас в гостях насколько я в курсе с вами приятно и интересно разговаривать на любую тему но мы сегодня выбрали таланты и поклонники и так ваши поклонники насколько я поняла усердствуют это все одни и те же вам звезды дарят нет началось это история хотя эта история принадлежит украине на самом деле то есть первые звезды первую звезду нам подарили в одессе со словами за звезду пол жизни вы ребята уже отдали вот вам звезда тогда это была просто звезда которая называлась смысловые галлюцинации постепенно в той же украине в разных городах нам подарили еще еще восемь звезд то есть сначала нам подарили еще две нам как авторам мне и олегу генетфельду соавтору нашему текстов и моему ближайшему другу вот и впоследствии видимо наши друзья наши поклонники решили восстановить вот такую несправедливость дело в том что нас на сцене четверо но в принципе нас в группе восемь человек поэтому теперь звезды есть у всех осталось 9 несмысловых галлюцинаций а просто каких-то 9 звездочек скажите а вот они так усердствуют а может быть вы деньгами бы лучше взяли так деньги то понимаешь они очень быстро тратится легко тратится а звезды они останется сам бы ты никогда бы не пошел и не купил себе звезду логично ответ ясен для музыкантов большую роль играет ротация на радио мы решили выяснить как обстоит дело с вашими песнями на местных радиостанциях слово красноярским диджеем на данный момент насколько я знаю крутится песня зачем топтать моя любовь сих пор в принципе нравится очень людям чем эту песню вот насколько я знаю даже перепевает нынешняя молодежь на многих там вечеринках тусовках значит есть некая популярность и нравится эта песня были классные вещи первые вот именно то что смысловые галлюцинации то что есть группа это классная песня розовые очки и все в порядке все нормально вот это здоровски а еще в некотором моменте наверно меня почему-то ассоциируется группа смысловые галлюцинации с группой агаты крести не знаю почему но почему-то их творчество путь и и вот сейчас судьба почему-то напоминает к сожалению песен не так много если года два-три тому назад можно было слышать несколько хитов группы то сейчас к сожалению в ротации но наверное одна максимум две песни наиболее известные популярные что касается в принципе группы ты его на самом деле очень давно не слышно на куда-то пропала может быть у них творческий запой это запой правда нет нет дело в том что хорошие кстати комментарии профессиональные достаточно если ты будешь говорить с любым профессионалом родины в москве да на федеральном уровне те люди которые работают на федеральных радиостанциях они в принципе тебе скажут одну простую вещь что у наших песен очень долгая родильная история то есть если взять песню разум когда ведь победит она получила золотой граммофон через год после того как она появилась в эфире песни очень долго раскачиваются но когда они встают в эфир они оттуда уже очень выходят то есть понятно что песня зачем топтать мою любовь действительно да уже звучит уже в исполнении других исполнителей вот звучит на радиостанциях которые не совсем к руку имеют отношения уже какие-то хип-хоп радиостанции в москве все это дело крутят вот что касается паузы да тут тоже все понятно недавно в чите мы были на пресс-конференции где было очень много студентов журналистов огромный актовый зал очень интересно было общаться хороший был вопрос вопрос вот в принципе по поводу песен если ты понимаешь что ты начинаешь повторяться да или эти песни тебя не совсем устраивает новые которые появляются естественно мы предпочитаем не выпускать альбомы поэтому делаем огромные паузы то есть мы предпочитаем лучше ничего не делать в этот момент чем делать что то что нас не будет устраивать подождите подождите вот есть хорошая поговорка старые музыканты наверняка вам ее могли озвучить типа никольского например плохие песни ой новые песни пишет тот у кого хорошие плохие ой как у кого старые плохие господи заговорил сейчас уже надо смеяться надо смеяться я смеюсь звоните задавайте ваши вопросы лидеру смысловой галлюцинации телефон прямого эфира 98 38 08 самые везучие смогут пообщаться с сергей и уже стали поступать звонки в студию звонит к нам екатерина хочет сами сергей пообщаться вы готовы да всегда сергей сергей всегда готов екатерина добрый вечер мой вопрос такой как скоро выйдет ваш новый альбом отлично прямо сейчас мы этим занимаемся на самом деле мы рассчитывали на вот эту поездку на большую гастрольную поездку в которой мы будем доделывать оставшуюся часть нового материала потому что в принципе почти все демо для нового альбома сделаны в поезде то есть мы возим все оборудование которое позволяет нам записывать это все в поездках буквально вчера я написал новую песню на подъезде красноярскую вот то есть все это происходит я надеюсь что мы успеем выпустить весной но возможно это будет и осенью потому что опять же к тому тому что если мы не будем успевать мы уже взрослые люди поэтому мы научились отказывать лейблом в том что нужно выпускать альбом именно сегодня да именно сейчас именно в этот месяц мы будем выпускать его тогда когда это будет нужно нам это ваша ноу-хау в поезде очень удобно в поезде песни готовить доводить до ума человек когда он не находится дома он не привязан никаким домашним проблемам да просто когда человек находится в поездке он более подвержен каким-то романтическим настроением сентиментальным и так далее красотища неземная просто я грязными стеклами вагона я понимаю что можно творить да то есть возможно какие-то там строчки приходят в голову насколько я поняла вы говорите именно об обработке но нет естественно что то переписывается потом на чистовую все что касается электроники это спокойно можно все делать в поезде плюс вплоть до того что мы записываем там гитары иногда даже голос очень смешно потом все это слушать мы даже где-то оставляем эти треки в которых звучит поезд стук поезда потому что ну атмосфера сохраняется очень прикольно сергей насколько вам важно как одет ваш сын дело в том что мне немножко проще с это с этим потому что моя жена дизайнер одежды да из детства все это в принципе детям нужно конечно прививать чувство вкуса потому что очень приятно видеть как пятилетний ребенок говорит мама я в этой куртке с этими кроссовками не могу пойти это совершенно нормально это очень прикольно он конечно понимает что он будет носить как он это будет носить мама ему помогает в этом другое дело что я считаю что дорогущие бренды конечно не совсем оправданно покупать особенно мальчику да скорее люди которые делают такие поступки относятся к ребенку как еще одной дорогой игрушки вот у меня тут джип вот такой вот а здесь вот посмотрите у меня какой еще персонаж прикольный посмотрите что на нем еще надеты вот но на самом деле если люди как бы могут себе позволить если они относятся к этому легко почему нет какая ему разница в коем магазин идет да по большому счету в детский мир или в бутик если для него нет разницы и для него это не пафос а просто ну и такая же вещь как любой магазин это нормально но делать из этого культа не стоит может быть по отношению к девочкам это приятно да вот кукла рядом с тобой так а мальчик он должен носить практичную одежду потому что он всегда по уши в грязи и там все порваны и так далее это нормально понятие звездная болезнь сергей вам знакомо не понаслышке не понаслышке реально давайте так то есть очень часто людям задают этот вопрос всем я думаю музыкантам и артистам задают вопрос сто процентов но я сам с сталкивался очень редко по большому счету надо понимать что процент хороших людей везде одинаков есть и подонки и люди которые себя и я думаю будь они обычными людьми вели себя неправильно и точно так же это прекрасные люди и чаще всего вот этот скользкий момент происходит в первый момент славы когда вот только ты просыпаешься знаменитым тебе кажется о так это я царь и бог это все сделал я на самом деле нужно понимать что это не ты сделал а куча великих продюсеров там помощников и так далее то есть чаще всего этим страдают молодые люди мы недавно с этим сталкивались на кинопремии одной ты там выступали мумий тролль ума турман мы и вот одна молодая группа которая стала популярной в прошлом году так вот все все вот выше группы вышеперечисленные спокойно сидели обсуждали разговаривали друг с другом и только вот эта группа и ее вокалистка бились в истерике что-то не так что-то вот этот как бы момент неоправданный совершенно и еще в общем одна одна фраза по этому поводу это как бы цитата очень хорошая которую я прочитал и теперь пытаюсь всем об этом говорить вот звучит этот стат таким образом я знаю очень мало журналистов которые понимают что происходит с человеком после того как он превращается из обычного человека в знаменитость так вот с ним ничего не происходит и это действительно так итак тему звезды звездной болезни сейчас продолжат наши агенты я вас благодарю за то что вы пришли сегодня к нам студию думаю на ваши поклонники знают где продолжить сегодня свое общение с вами